Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как понять, искренне ли к тебе относится человек? Сблизились с коллегой, на работе не пересекаемся. Оказалось, что у нас много общего. Вместе проводили время вне работы, могли поговорить обо всем на свете. Со мной советовались, посвящали в личные дела. Была уверена, что мы близкие люди, что могу рассчитывать на человека и доверять ему. Обе не одинокие, но у нее ревнивый муж. В последнее время есть ощущение, что дружба стала односторонней. Меня никуда не приглашают, мои предложения не находят одобрения. Я тоже перестала проявлять инициативу, боюсь, что в очередной раз откажут. Очень бы хотелось, чтобы она проявила инициативу. Не даже надумала менять работу, она даже виду не подала, что расстроилась. Наоборот, сказала, что видела для меня вакансию. Понимаю, что если перейду в другую компанию, видеться мы будем крайне редко. Меня этот момент несколько расстраивает. А ее получается что, совсем нет? Возможно, она стала более занята личными делами. Я не лезу. А может и не было дружбы с той стороны вовсе. А что тогда это было? Зачем открываться не близким людям? Сейчас она может позвонить или написать мне первое. Но общение стало очень кратким. Не таким, как им было раньше. Если раньше у нас было много совместных планов, то сейчас я и наикнуться вслух. Боюсь о чем-то, даже о какой-то мелочи, вроде выхода в театр, гостях, шоппинге, прогулки на обеде. Честный раз после отказа преследует чувство навязывания. Тяжело мне теперь рядом с ней внутренне быть не с собой. Общаемся поверхностно. Но, скорее всего, это из-за того, что редко. Как правильно поступить? Вовсе сникнуть на пару недель месяц. Не получится ли, что за это время отсутствия инициативы с моей стороны? Она решит, что сама стала мне неинтересной. Я думаю, Евгений, что здесь вопрос касается того, что вы, вероятно, помимо разного понимания дружбы у разных людей, столкнулись с тем, что у вас есть заниженная самооценка, вероятно, страх отказа. Вот. И, соответственно, некоторые сложности, по-видимому, с налаживанием социальных контактов с людьми. Плюс мне показалось, что у вас также присутствуют определенные ожидания от людей, определенные ожидания от человека. И, соответственно, есть потребность в более доверительном общении, которое при обязательном, в обязательной своей форме свидетельствует о решении какой-то своей, вашей внутренней проблеме. Что это за проблема, еще предстоит выяснить. Основное, как мне кажется, это проблема с самооценкой. Основная, как мне кажется, проблема с самооценкой, основная трудность, которую можно выделить. Это проблема с самооценкой. Вот. И, соответственно, чрезмерная зависимость от другого, от другого человека. Вот. Ну, в данном случае, от вашей, скажем так, коллеги, коллеги, получаев, которые испытывают, очевидно, свои собственные какие-то проблемы, вроде ревнивого мужа, который вполне может ее как-то ограничивать в общении, поведении. С вами и так далее. И, помимо этого, помимо этого, возможно, что-то произошло между вами, что поспособствовало ее отдалению. Вот. Ну, например, какое-то недопонимание, может быть, какой-то момент, который вы интерпретировали по-разному, по-своему, каждая по-своему, по крайней мере. Вот. Такое, к сожалению, бывает. Это, конечно, всегда довольно болезненно, но такое случается к несчастью. Поэтому, на мой взгляд, здесь нужно разбираться, где, ну, где во всем этом вы, да? А где во всем этом ваша проблематика, а где проблематика коллег. Ну, конечно, есть ощущение, что вы чересчур фиксируетесь на ней. Есть у меня, по крайней мере, такое чувство, что чрезмерно вы на ней фиксируетесь. Есть ощущение, что, ну, как-то вот, что чересчур вы в ней нуждаетесь. Вот. Есть ощущение, что чуть ли не можете вы выбить нее. Вот. А коллега, она, соответственно, в этом смысле. В себе на уме, да, она в этом смысле. Преследует, ну, преследует, вполне возможно, свои какие-то цели, да, и, в общем-то, не хочется это заговорить, но коллеги, коллеги, друзьями не было очень редко. Было именно, вот, именно коллеги, друзья. Вот. Пойду. Поэтому, как мне кажется и как мне видится, здесь история именно про ваше какое-то вот восприятие реальности, и ваше восприятие дружбы, ваша потребность в, ну, в дружбе, скажем так. Да, то есть, вот, то, что вы нуждаетесь в человеке. Вот. И, соответственно, по-разному воспринимаете то, что происходит. Повторюсь, если бы, если бы с самооценкой у вас все было бы хорошо, то вряд ли бы подобная проблема бы возникла. Вот. А то, что вы боитесь отказывать, конечно, вот, свидетельствует об внутренних конфликтах и страхах, вот, которые могут мешать вам взаимодействовать с человеком и так далее. То есть, вот, вы не можете вести себя с ней свободно, да, как вы говорите. На мой взгляд, как раз таки именно потому, что у вас есть вот это вот внутреннее такое, такое непринятие, непринятие себя. Вот. Соответственно, с этим в первую очередь нужно работать. Я не думаю, что вариант, который предлагаете вы, является конструктивным, потому что очень похоже на манипуляцию. Вот. Гораздо лучше будет, если вы как-то вот немножко хотя бы разберетесь в себе, да, разберетесь в том, что там происходит. И просто донесете до человека свое состояние, да, свое проживание, вот. Вне зависимости от того, как она на это отреагирует. То есть, вне зависимости от того, отреагирует ли она на это хорошо или не очень. Вот. Такие вот, такая вот история. Кроме того, у меня появилось ощущение, что вы их как-то нуждаетесь в, ну, контакте, да, то есть в людях, ну, в общении, вот. Что само по себе является абсолютно нормальным, но, пожалуй, что вот не совсем нормально, так это то, что фокусируетесь вы только на одном человеке, то есть только на ней, ну, в данном случае получается. И это, мне кажется, вас, конечно, тоже подфигает. Вот. Поэтому, ну, такая вот история. Лично я думаю, что ваша коллега просто перестала видеть возможность вам, ну, общаться с вами так, как раньше. Потому что если у нее ревнивый муж, то это накладывает определенный общаток на это. Она говорит, ну, в определенном смысле говорит о ней, говорит о структуре ее личности, да, об индивидуальных особенностях это говорит, к сожалению. Вот. Поэтому вполне возможно, что она действительно там не очень свободна, вот. Важно, 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 важно другое. Важно то, что вас это вызывает, важно то, что вы в этом видите для себя проблему, важно то, что вас это беспокоит, беспокоит и важно то, что в целом вы не удовлетворены. Вот. И эта недовлетворенность не касается напрямую вашей коллеги. Эта недовлетворенность касается, а исключительно вас, эта недовлетворенность касается вашей личностной организации, вот. И, соответственно, ее в первую очередь нужно корректировать. Именно ее, не коллегу. Что пытаетесь сделать вы, вы пытаетесь ее понять. Вот. Вы пытаетесь понять другого человека, что в принципе является вполне безнадежным занятием, потому что другой человек, в данном случае коллега, может не понимать, что с вами происходит, что происходит с ней, может не замечать каких-то вещей, а вы страдаете, страдаете. Вот. Ну, страх отказа идет из детства, поэтому вероятно вопрос детства и детского опыта тоже имело бы смысл затронуть. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. И, соответственно, вероятно. Продолжение следует...